друзья всем привет сегодня выпуск будет более такой технический об моем автомобиле будет интересно тем кто любит техническую часть но будет нудно тем кто любит трешниковую часть трешника не будет хотя отчасти немножко где-то там немножко будет так вот как быстро люди реагируют на то что вот покупают автомобили с легкими недостатками потом я исправлю ребята не видите все это херня но не исправляется ровным счетом у обычных людей никогда так и ездит дальше поэтому поэтому мы стараемся выбирать автомобили лучше не если конечно из без лишь свободного времени совсем нечего делать то конечно давил ком добро пожаловать только что мне еще с житомира привезли идеальную переднюю панель и для чего она нужна немного позже покажу сегодня перед тем как будет происходить очередное влаживание денег я поясню для чего это нужно значит в 2018 году когда я покупал этот автомобиль изначально его стоимость была 11700 евро но то количество недостатков которые я нашел позволило мне этот машину купить за восемь с половиной тысяч евро это было в европе потом она была привезена с удара с тому же она поставлена на украинские номера но это история прошлых лет сейчас же я приоткрою тайну значит этот автомобиль мой volvo был очень классным тестом для людей которые принимаются на работу передняя панель здесь была слегка чуть-чуть вот она кстати лежит слегка чуть-чуть примята вследствие этого бампер вот так чуть-чуть висит вниз клюнул я думал приеду в первый же месяц все это сделаю поменяю хрен там круговорот событий закрутил так что прошло два года и скажу откровенно если бы не вот этот вот проект о том сколько стоит содержать volvo я бы этого нифига не делал она подходит не видно все замечательно но я автоподборщик и я должен ездить на эталонном автомобиле они проверять на нем своих сотрудников так вот зазоры по фарам они плясали но не плясали настолько равномерно что все были что-то уверены что это резинки в капоте или что-то еще то есть зазоры по этой машине они отлично совпадают но только смещены вниз за счет того что погнул телевизор ну я так надеюсь сейчас скрытие покажет сейчас мы будем полностью все разбирать сейчас мы будем снимать бампер снимать телевизор снимать фары все это барахолить получится оставить радиатор оставим не получится снимем заодно их промоем и наполним фреоны также туда зальем масло я вообще к чему это все рассказываю не так давно я здесь поменял аккумулятор на этом автомобиле и поймал себя на мысли того что я должен был сегодня приехать вообще в половине восьмого утра к артему для того чтобы поменять заняться этим делом для того чтобы до конца дня все это дело закончить но как всегда в половине десятого вечера я вспоминаю что у передняя панель лежит в офисе срываться на ночь когда я уже лежу в трусах ну было не очень пишу артему он окей мне есть чем заняться у меня есть машина на пол седьмого я забираю себе на замену подушкой займет где-то часа два поэтому приезжаем приехала в девять из сорок минут я сижу смотрю видео наших экспертов для другого проекта и ловлю себя на мысли что аккумулятор не кричит мне а том что нужно быстренько подзаряжаться на предыдущем аккумуляторе у меня такая ситуация выстреливала минут через двадцать пятнадцать двадцать минут и все машина уже кричала заряди меня здесь нет здесь гелевый аккумулятор рулит я не знаю сколько он может так быть сегодня кстати попробуем взять его из мором я сегодня не буду выключать музыку вот сколько он будет работать столько и будет я надеюсь что у парня есть пускозарядная она такой огромный ст иону наверняка есть за одной протестируем но в общем-то ждем осталось минут десять-пятнадцать я звонил уже артему мне не заходил потому что на улице несмотря на то что сейчас вроде бы как и не холодно всего лишь один градус плюс но там сыро зябко противно поэтому я здесь себе натопил сижу смотрю видео анализирую парней и ожидаю в общем ждать осталось недолго но про аккумулятор вот такая вот тема которая реально рулит хотя на тестах мы смотрели его он до показывал немного меньше пускового тока он показывал зарядку нормально но вел себя он неадекватно почему не знаю может напишите в комментариях почему себя аккумулятор может вести вот так вот неадекватно и столь быстро разряжаться грубо говоря с нагрузкой меньше чем в 1 ампер час когда включен звук он разряжается минут за 20 а с учетом того что аккумулятор 100 ампер часов это реально очень мало он должен часа наверно меня тяжело с математикой но часа 3 я думаю должен работать на невысоком звуке так ли это сегодня кстати и проверим а 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 Теперь у меня будут сзади зазоры, будет автомобиль приятный по зазорам, эталонный, можно сказать, потому как два года я этого не делал, но теперь уже пришла пора. Сейчас разбирают парней полностью морду для того, чтобы снять бампер, для того, чтобы добраться до телевизора, для того, чтобы вымереть все зазоры и понять, только ли в телевизоре дело или в чем-то еще. Ну, в общем, день обещает полон хлопот. Так, в общем-то, везде все ровно, везде все одинаково. Да, кроме геометрии. И кронштейн. Получается, вот она, червенитая даже видно. Да, да, там, да, и вот тут еще дугой. Вот эта часть тоже согнутая, она дугой. Вот, вижу, вот здесь такой бугорок, а здесь она ровненькая. И, соответственно, она ниже сидел. Придется еще датчик перекрутить. Эх, наклеечки жалко. Придется еще раскошелиться на наклейке, где-то их найти, для того, чтобы было вообще все идеально и феншуйно. Ой, а что это тут за тюнингованный такой радиатор охлаждения гидроусилителю? Какой бы? Вот тут шланг и закольцованный. А есть цельный радиатор, в смысле живой радиатор? У меня нет. У меня такого автомобиля в разборе не присутствовало. Когда Артем сказал, что у меня радиатор не совсем правильный, я раньше этому не придавал значения. А это очень немаловажный момент, потому как несколько неделями ранее я ремонтировал, переуплотнял двигатель, назовем это так. Я его не ремонтировал, там слегка пускало масло. Я заехал к парням в Житомир, и они мне снимали двигатель для того, чтобы снять переднюю крышку, полностью ее переклеить и заклеить обратно. Но там свершилось чудо. Они наступили на грабли, на которые... Сейчас расскажу, в чем дело. После ремонта двигателя у меня потекла коробка. Опять-таки приехал, сняли двигатель. Видео, к сожалению, очень мало. Практически его нет, потому как машина была в Житомире, я уезжал в Киев. Поэтому быстренько расскажу в двух словах, что произошло. Сняли, разобрали, поменяли сальник на коробке, поменяли сальник на коленвале. На всякий случай еще раз. Собрали двигатель, машина приехала в Киев. Я на следующий день заезжаю на подъемник, и масло опять течет. Еще, короче, четыре раза снимали коробку. И сейчас объясню, в чем дело. В гидроусилителе в Вольво залит пентасин. Пентасин это такая зеленая жидкость. А парни решили ее поменять на Декстрон 3. Говорят, так будет лучше, говорили они. Будет все офигительно, говорили они. Они поменяли на Декстрон, и потек гидроусилитель, сам насос. Он находится в двигателе, в развале головы стоит с одной стороны. Коробка находится с другой стороны. Вопрос заключается в том, что Декстрон потек с гидроусилителя, и по каналам охлаждения он спускался вниз на коробку. И из-за этого было беда. Как всегда, с моим мрачным счастьем, хрен чего выкручивается, и приходится все это дело... В общем, есть такой некий ускоритель. Законы физики еще никто не отменял. Сейчас попробуем. Если пойдет, мне повезло. Если не пойдет, то... То я пристроился еще на дополнительные расходы, мать его. Останетесь без моих друзья. Что такое дружба стали с алюминием, это приблизительно вот так. То есть вот есть целая куча всякой перхотек. Какие похожие на соду, и это все из-за гальванопары попадает соль, вода, и сталь с алюминием образует вот такой вот налет, который мешает потом выкрутить соединение. В общем, вот так вот научными словами гальванопара звучит вот эта вот тема. Эх, но спасибо, помогло. Профессионализм не пропьешь. В принципе, я не помню за... Кстати, сколько уже лет я вас знаю. Крем знает, не помню. За лет 7, наверное. И... Может не 7, но лет 6 точно. Да нет, у меня в 13-м уже красок был. Значит 7. Потому что вы его только купили, вы приезжали в авто. Ну, благодаря вам, в принципе, сел на Вольво, поэтому... А сколько стоит радиатор в среднем? 3200, по-моему, Nissan стоит сюда. В общем, вот только что Артем меня спас от попандосов 150 долларов. Ну, или же сэкономил семейный бюджет, назовем это так. А так он и не смотрится сильно страшно. Вроде бы и уже практически встало все на место. Ну, в общем, как бы там ни было, на таком автомобиле сейчас буду стартовать. Вроде ничего не должно быть, за исключением того, что будет хреново туча ошибок. Но это мы уже умеем потом все... Чуть-чуть толстенький. Я еще не запустил двигатель. Воздушные подушки уже требуют какого-то ремонта. 3 часа аккумулятор был с салонным светом и ничего не случилось. Поэтому этот аккумулятор Аули. Сейчас, еду. А чек с какого перепугу? Вентилятор отключен. Нет. Нету чека. А так мотор холодный. Откуда человек возьмется? Вентилятор охлаждения должен рваться с выхода. Тишина. Ой, а тут Бентли стоит. Вот такое чудо приехало сюда на ремонт. Что-то у него сломалось. И пошел, кстати, снег. В общем, из-за того, что у меня мотор атмосферный, нетурбированный, можно сделать именно вот такую штуку. Чтобы помыть радиатор, не снимая самого радиатора охлаждения, не снимая антифриз. Дело в том, что здесь нету радиатора интеркулера, а именно он помешал бы сделать это все. И если бы был здесь радиатор интеркулера, то просто пришлось бы банально это дело все снимать, сливать. И лишь только таким образом можно было бы его помыть. Ну, а так как нет интеркулера, то сняли все радиаторы. И этот очень легко доступный, поэтому сейчас будем его мыть. Ну, надо же сделать так, чтобы он был девственно чистым. У меня есть пару кадров того, какие были радиаторы на тот момент. Видео номер два, хотел бы взвернуть увагу на стан радиатора, забытый. Мы его помыем, хорошо вымыем, айпокисное. Побачим, можно пускай, а то сон. И теперь я понимаю, почему. Потому что вот эта вот трубка, которая была закольцована, о которой говорит Артем, именно она оказалась фиговая. И именно с нее пускало масло. И именно от нее был засран весь мотор. Так, если он чистый, он будет такой только так на заводе. Не-не-не. Есть парни, которые делают все хорошо. Так хорошо грязь выливалась. Может продолжить оттуда вымывать? А ну как тут? Туда-обратно, туда-обратно. А ведь сверху он был чистым. А столько говнище. Что-то он еще грязнее стал. Когда не отмывается радиатор, всякой стандартной химии, и то, чем моют, то всегда можно взять что-то такое, что может отмыть сильнее. Вот радиатор. Он вроде бы чистый, только нифига он не чистый. Те моющие средства, которые у парней были в наличии, они нифига не помогли. Поэтому с бегом в магазин было приобретено очиститель тормозов. Но если не поможет эта хрень, очиститель карбюратора поможет точно. Потому что вот это смывает такую грязь, что в моей практике было разное. И вот это помогало очень сильно. Поэтому сначала очиститель тормозов не поможет. Тогда уже возьмемся за это. Пробуем очистителем тормозов. Артем говорит, маловероятно. Да, и он не ошибся. Ладно, поставим. Сейчас будет. Даже грязь не втекает никакая. Просто как после этого. Как после антисиликона. Окей, сейчас будем пробовать. Тяжелую артиллерию. Очистителем карбюратора. Ну, сказать, что оно что-то там очищает. Ну, что-то там скапывает. Но чтобы сказать, чтобы прям так вот эффект был. Нового радиатора так вроде бы нет. Ладно, оставим очистители на остальное. И будем считать, что это, наверное, тот максимум, который можно было добиться. Эх, а так хотелось сделать вах. И так хотелось верить чудо, а чудо не получилось. Не, вернее, как получилось, но не получилось нового радиатора. Так-то они чистые сами по себе, но нового не получилось. Это была последняя попытка продуть, просушить, вымыть. И сейчас будем собирать в обратном порядке. Принять, погостить и отпустить. Попробуем сейчас открутить датчик удара, потому что здесь один был, честно, спионерен. Кому-то успешно продан на разборке, а варвары его не открутили, а просто отломали. То есть, если сейчас после последнего шанса оно не открутится, придется резать. Обычно не закипает. Я тут вспомнил, что у меня лампочки не работают, поэтому тут магазинчик недалеко, метров 300. Сейчас бегаю и куплю две лампочки H1, и в бампере у меня снова будет светить свет. Все тот же автомагазин у меня за спиной, лампы Philips, волшебных 420 гривен. Типа трохи за дофига, но с учетом того, что ну вот снятый бампер в руках, возьми да поставь, ну вроде бы как и недорого. Для того, чтобы потом не мучиться, с подъемника не залазить, не вставлять. Вот нифига себе, заехал бампер выровнять. Ну вот теперь вот счастье. Теперь уже зазоры встали на свое место. Ну и естественно обратный процесс задувки фреона в систему кондиционирования вместе с маслом. Старое масло сдули и сейчас новенькое задуем. А краска на всякий случай есть? Так что просветить, если где-то потечет. Масло уже с краской. А вот этого вот не нужно было делать. То есть там была очень легенькая коррозия, решили все это дело зачистить, задуть баллоном и получилось. Я сейчас пойду на машине и покажу, что получилось. И получилась вот такая вот хрень. То есть там, где все поспиливали краску, задули с баллона, вот здесь вот оно все пооблазило. Соответственно, когда придет весна, все это дело опять будет сниматься, грунтоваться, задуваться черной краской. И только после этого будем цеплять все лейбы, все наклейки, которые, кстати, они сохранены. Они все есть, ждут своего часа. Ждем весны. Сейчас немножко неудачное время. Сейчас мороз, холодно. Видео не только про то, как я устанавливал правильно бампер в зазоры и все остальное. Здесь точно так же еще слегка дорабатывали газ. Вроде бы было все очень ненадолго прогнозировали, но в общем смотрим, что из газа можно сделать, как его можно улучшить и вообще, что с этим можно придумать. То есть вот эти вот все макаронины спрятали вниз, спрятали под крышку, для того, чтобы это не было видно. Я прежде такое увидел, как Артем сделал такой эксперимент для автомобиля моей дочери. Она тоже себе решила купить со своим мужем именно V8, именно XC90. И у них было это сделано очень на хорошем уровне. И вот сейчас, пока я пообщался с парнями, Артем уже здесь подразобрал пол автомобиля и сейчас будем облагораживать все сие действия. Дешевая версия магистрали, стальная. Какая красота это ж. И вот это вот заправки газовые. Ну ладно, сейчас помоем, будет счастье. Будет такой самый, как вот этот вот второй. Теперь у меня будет два фильтра. Один. С одной стороны будет заходить, другой с другой. В общем, на 4 цилиндра один, на 4 цилиндра другой. То, что вот здесь вот нагар, это плохо? Ну это масло немного. Через вентиляцию картера немного подкидывает. От этого... Сколько у него пробега? 330. Ну где-то в этих прибелах. Да, достоверно никому неизвестно. То, что я вычислил, это вот 330. Потому что я убрал с пробегом 161, сейчас 261. А по факту я вычислил, что у нее еще 70 скручено перед продажей. Ну так, чтобы морально было меньше 200 и чтобы подороже ее продать. Ну, на 350 возможен налет. Сколько расход масла у него? Где-то литра полтора, ну до двух точно, в зависимости от того, как ей давать пропидон. То есть если валить постоянно до 200, ну или там в районе 160, то оно поджирает больше. Но в последнее время я в основном езжу там 140-160 по трассе. Редко, когда я разгоняюсь до какого-то большого критического значения. А так в среднем... Ну вот, литра полтора до двух она употребляет. Это скорее всего все уходит как раз вот на вентиляцию картера. А почистить эту вентиляцию картера... А тут ее как таковой особо нет. Она вся внутри. Вот здесь вот в крышке маслоотделитель в алюминий сразу. Вот мембрану и забор. Все. А мембранку почистить? Она не разбрана. Все так хорошо начиналось. В стиле, в стиле, в стиле, в стиле Вольво. Я так понимаю, у времени я сегодня единственный? А нет. Как нет? Еще, еще есть у меня... А если что-то, а если что-то пойдет не так? Вот это будет плохо. Здесь надо дать легкое пояснение, что сейчас получается. Получается сейчас следующее. Значит, в Бельгии были насверлены штуцера. Все на эту сторону. С учетом того, что сейчас будем прятать одну сторону курсуна сюда, вторую сюда. Соответственно, те старые, которые есть, они сейчас глушатся. а новые максимально близко к пустному коллектору сейчас будут насверлены штуцера. И шланги со штуцеров будут выведены на эту сторону для того, чтобы спрятать. Некоторые уже заглушены, а некоторые еще не просверлены. Такой переходной этап. Сейчас поясню, что здесь происходит. В смысле, снаружи автомобиля я закрылся в серединке, потому что шум от работы СТОН есть, работа компрессоров, работа рихтовщиков, парней, которые рихтуют автомобили. Плюс точно так же растяжка стапеля очень громко работает, а здесь внутри очень тихо. Так вот, когда моя дочь со своим мужем средняя купила автомобиль, еще один в семью, а захотели они точно такой же, как у меня, Volvo XC90, потому что по сравнению с тем, как они ремонтировали свой Kia и как я не ремонтировал свой Volvo, они однозначно сказали, мы хотим такую же машину и нам пофиг, что она жрет столько газа. Купили автомобиль без газа, газ устанавливал Артем и вот здесь для меня, когда я открыл капот и не увидел газовых форсунок, эстетический вид был очень для меня таким приемлемым. Смотреть в автомобиль своей дочери мне было гораздо приятнее, нежели смотреть, открывать капот и видеть всю вот эту лапшу, торчащие форсунки, которые устанавливали еще в Бельгии. Так вот, сняли верхнюю крышку впускного коллектора. Со временем оно уже все начинает болтаться, вот сейчас мы смотрим и оно уже болтается. Соответственно, герметичности нет и понятно, что у меня слегка увеличенный расход газа. Это все надо облагородить и часть форсунок пересверлить, потому что они все были вынесены вперед, а надо просверлить место в другом коллекторе и поставить ближе к самому впуску и, соответственно, таким образом укоротить шланг. Это нужно для лучшей работы. Соответственно, было принято решение заглушить старые форсунки, которые есть путем того, что туда на герметик закручивается болт, который уже в принципе никуда не денется и насверлить новые форсунки уже правильно, штуцера повкручивать. Для этого всего лишь необходимо было снять топливную рампу с 8 цилиндров и сложности в этом никакой нет для того, чтобы накрутить. Делов-то, ну, грубо говоря, 4 минуты и топливная рампа снята и вот оно уже под любыми углами можно там оперировать, чего-то вкручивать. Почему так не сделали бельгийцы? Хрен знает, но теперь мы уперлись в то, что через 100 тысяч километров то, что наделали бельгийцы. Все болтается конкретно, все плохо, поэтому сейчас все переделываем. Я, конечно, не понимаю пока, во сколько мне это встанет, но надо сделать хорошо, надо делать качественно, соответственно, заморочились, сидим, делаем, день потрачен, ну, значит, будет потрачен день до конца. Мы говорим о том, что вот здесь то, что сопли, которые мы видели, это результат того, что просто тупо лопнул патрубок. Да, он был здесь сюда накручен, это было все наоборот. Я помню, как оно было, и, в общем-то, то есть это свежак, то есть оно только начало уходить. Если бы я приехал немного попозже, либо отправился куда-нибудь еще, он просто разваливается. То стал бы я где-то в чистом поле под дождем проливным курить бамбук с неработающим двигателем стоять, мерзнуть. Ну, ладно, окей. Возвращаем все в оригинал. А есть? Так этот патрубок есть. Его просто нарастили для того, чтобы было удобнее поставить коллектор. На самом деле его надо просто снимать не отсюда во при снятии коллектора, а снимать отсюда. Да, ставить неудобно, но можно. В общем-то, все настройки уже закончились, и теперь я, кстати, протупил. Мне надо было сначала вот здесь вот показать вот этот вот колхоз, который тут есть. Я попробую где-то найти в архиве фотографию, как оно, в принципе, было, или какое-то видео. Потому что вот здесь вот стояли все форсунки. А сейчас форсунок вот здесь вот нет. И вот теперь тут счастье. В общем, я выехал от Артема, и начались такие легкие подергивания. Я вспомнил, что когда я купил машину, и в Бельгии, когда ставили газ, вот я приехал в Украину, была та же самая ситуация. Я заехал к парням, они мне чего-то накрутили, нашаманили, и эти подергивания ушли. Но здесь детально разобрались, и мы понимаем, что третий, четвертый, пятый, шестой цилиндр форсунки тупо поменены местами. То есть получается, что в Бельгии тупо неправильно установили газ. А вычислили путем того, что отключали бензинные форсунки и видели, куда наливается газ. Ну, в общем, и сейчас вот эти вот жгуты проводов Артем дальше разбирает. Мучаемся! Любимся! Динамика стала лучше. Сейчас попробую объяснить не по ощущениям, а технически. Значит, раньше что было? Раньше выходит с редуктора 16 труба, дальше заходит в один фильтр 12 труба, с 12 выходит на мапсенсор тоже 12 труба, а вот дальше с 12 выходит уже восьмая и идет восьмая труба на все восемь форсунок. Вот. И было какое-то голодание. Когда идет просадка по давлению газа, получается следующий эффект. Давление газа маленькое и сразу же включается бензин. Сейчас вот немножко сделано по-другому. Сейчас выходит с редуктора 16 труба. 16-й стоит тройник, расходится, и получается, стоит один фильтр потом на 12 трубу, второй фильтр на 12 трубу. С 12 трубы идет вход на одну сторону форсунок и с другого фильтра вход на другую сторону форсунок. И потом, когда все эти форсунки заканчиваются, это все закольцовывается для того, чтобы было единое давление. Так вот, сейчас даже если раскручивать мотор до отсечки, то машина на газ не переключается. И это с учетом того, что мы задавили давление с 1.35 на 1.2. Давление с редуктора. Если вообще понятно, о чем я говорю. То есть, получается, газа стало идти меньше, а потребление его выросло. Но при этом редуктор абсолютно нормально справляется, чего не было раньше. Но сейчас беда заключается в другом. Сейчас вываливается чек по обеим головам, то, что идет обедненная смесь. Сейчас будем разбираться с чеком, что там, почему он высвечивается сразу по обеим головам. А так, в общем-то, по ощущениям автомобильчик стал... Ну, резвее он не стал, потому что раньше оно переключалось на бензин, потому что не хватало давления газа, и когда идет просадка, он сразу переключается на бензин. Сейчас просадки по давлению нету, на бензин не переключается, но осталось разобраться, почему вываливается чек, бедная смесь. Вроде бы давления хватает, просадки по давлению нету, возможно, там открытие форсунок или еще что-то. Будем, в общем, разбираться. Как сказали бы люди с низкой социальной оценкой, этот автомобиль Артем сейчас имеет в два ствола. Имеется в виду в один монитор и во второй монитор. В верхнем мониторе подключен на оригинальная программа Vida Dice, а в нижнем мониторе диагностическое оборудование Stack. И, в общем-то, таким образом настраиваем газ, снимаем реальные параметры, которые есть по оригинальной программе вольвовской, и корректируем то, что должно быть в программе газового оборудования. Попробую. Вроде бы объяснил. Как смог, так объяснил, если вообще понятно, что я сказал. О, а вот еще один. V8. Здравствуйте. А что вас привело? Масло-сороцкий. Болосальник. А, болосальник. По ценам, во сколько стало это мероприятие? Значит, газ обошелся 1900 гривен, чтобы мне это дело облагородили. И морду снять, поставить, это обошлось еще 2000 гривен. У меня, в принципе, есть все расходы по автомобилю, которые были произведены за два года. Если интересно, напишите об этом в комментариях. Я детально расскажу, сколько стоит содержать Volvo XC90. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Динавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.